Как охотиться на финансовые пирамиды Как охотиться на финансовые пирамиды рассказывает Валерий Лях из Банка России газета Коммерсант номер 236 от 21 декабря 2018 года СТР 10 кешберей не возникло из ниоткуда Это часть целой индустрии деятельность которой в последнее время стала очень заметной Эти люди работают серийно Проекты запускаются параллельно, верно? В сущности, мы боремся не с таким уж большим количеством организаторов пирамид Их ограниченное количество Мы видим это и по почерку и анализируя денежным методом определяя постоянные пути движения денег от физлица к физлицу и устанавливая связи между ними Так, например, при проверке одного из каналов вывода средств поступающих из реферальной сети кешбери, порядка 50 счетов было установлено что только за последние два месяца существования проекта по ним прошло более 740 миллионов рублей Выявлять в интернете проекты с первичными признаками финансовых пирамид нам помогают информационные технологии позволяющие обрабатывать неструктурированную информацию Такой алгоритм ведет себя как живой потребитель делает запросы в поисковые системы мониторит социальные сети На эти запросы реагируют системы интернет-маркетинга всплывают рекламные баннеры Алгоритм переходит по ссылкам получает информацию анализирует ее в том числе и по картинкам Например, определяет имеется ли на сайте информация о лицензии компании ее экономической деятельности сверяет данные с информацией на сайте ЦБ и на основе этого анализа с высокой степенью вероятности определяет является ли проект финансовой пирамидой Результат предоставляется в баллах Алгоритм обладает способностью к обучению Если он ошибается в своем выводе оператор, это уже живой человек специалист департамента объясняет, в чем ошибка и в дальнейшем алгоритм ее уже не повторит Это система, которую мы создаем обучаем и постоянно дорабатываем кто и как зарабатывает на финансовых пирамидах в интернете Если проект содержит признаки финансовой пирамиды мы начинаем с ним работать Описываем эти признаки направляем первичные материалы в правоохранительные органы в ФАС, чтобы максимально быстро прекратить распространение информации о проекте в интернете Заблокировать сайт может только Рыскомнадзор после соответствующего решения суда Процедура не быстрая, но действовать и иначе не позволяет законодательство Далее начинается сбор доказательств Определяется круг участников отношения между ними Анализируются денежные потоки Информация предоставляется правоохранителям Инфраструктура интернета позволяет создавать подобные проекты быстро и очень недорого Чтобы раскрутить пирамиду Нужно порядка двух месяцев и бюджет в 500-700 тысячах рубль Большая часть из которых выходит на маркетинг Раскруткой таких проектов, как правило, тоже занимаются одни и те же люди Многие из них ранее работали в онлайн-казино, в нелегальном Форексе Основная их задача наращивать трафик, который напрямую конвертируется в деньги По сути, мы видим борьбу за финансовый рынок не финансовыми методами при помощи социальной инженерии и информационных технологий Эти люди знают, что работают на создание пирамиды И часть тех, кого они вовлекают, тоже это знают Я говорю о лудоманах, о тех, кто не может контролировать свою потребность в азартной игре Страдает же от деятельности таких групп общества в целом И финансовый рынок, потому что наносится ущерб его деловой репутации, статусу добросовестной отрасли И граждане, которые помимо прямого финансового ущерба получают ущерб социальный Люди теряют друзей и знакомых Кончается внутри социальное доверие и поддержка А это самое страшное Но они больше следуют своей интуиции, чем профессиональным советам Валерий Лях, директор департамента по противодействию недобросовестным практикам на финансовом рынке ЦБ